Вот эта вся история с подъездами, тут уже Хабирова прорвало, и вот дословно, цитируя его обращение к Кирееву, чудный доклад, там вот не разобрать каши из каких-то терминов, значит, там крупнорогатого скота, надоев, значит, молока и ды-ды-ды-ды-ды-ды. Команда начинает зарываться, команда понимает, что у них у всех очень мало времени на реализацию их грандиозных кланов. Они возмутились тем, что в правительстве и вообще в этих госстроях везде их представляют какие-то совершенно непонятные люди. Хабиров категорически заявил на вопрос о том, что будут ли платиться компенсации гражданам. Он категорически заявил, что Башкирия не собирается платить никаких компенсаций гражданам за ущерб здоровью и так далее. На прошедшей неделе наконец-то состоялась полноценная оперативка в правительстве Республики Башкортостан. Оперативка эта была необычайно напряженной и по накалу страстей я подобного мероприятия что-то не припомню в последние месяцы. Главным героем, конечно же, этой оперативки был господин Киреев. И вообще, конечно, для него эта оперативка, наверное, может стать фатальной. С самого начала мероприятия, когда еще шли обычные, такие традиционные доклады о текущей обстановке по состоянию дорог, атмосферным явлениям и прочим текущим делам, Хабиров потихонечку как-то закипал, сидя на месте. И как только речь зашла о докладе Киреева, первый доклад был по снегу, по каким-то еще вещам, и тут уже ради Фаритовича начала по-настоящему колбасить. И вот первый залп случился по поводу пыли, грязи и грядущих задач ЖКХ. Я имею в виду то, что Хабиров действительно несколько месяцев назад уже объяснял своим подчиненным, что летом он потребует от них идеальной очистки улиц от пыли и грязи. Для этого понадобятся всевозможные специальные машины, а их нет. И вот в этот раз Хабиров разразился тирадой в адрес Киреева о том, что еще парочка недель, и вы не успеете купить эту технику для городов, и города будут чумазые улицы у них, и сами города будут чумазые, это его термин Хабирова. В общем, конечно, уже вот этот момент был такой резкий. Но когда заговорили о подъездах, вот тут, конечно, ради Фаритовича бомбануло полностью. Настолько его сорвало, и настолько, значит, он выплеснул весь свой гнев и недовольство на Киреева, что, пожалуй, стоило бы процитировать несколько моментов, тогда как Киреев действительно дал понять Хабирову, что процессы с ремонтами подъездов идут совсем не так, как планировал Хабиров. Совсем не похоже, что по срокам там кто-то куда-то успевает. А самое главное, что главы районов и городов вовсе не принимают участие в этих процессах. И, ну, как метко заметил Хабиров, у них каша в голове. И речь шла о том, что здесь случилось главное и печальное. Это то, что подчиненные Хабирова в очередной раз не поняли, чего от них ходит начальник. Вот эта вся история с подъездами, тут уже Хабирова прорвало, и вот дословно, цитирую его обращение к Кирееву, «Ключевая история в ремонтах подъезда в создании причастности жителей к ремонту». Конечно же, Киреев не уловил этой ключевой истории. Ну, далее уже Хабиров не стеснялся в выражениях. На повышенных тонах он заявил, что главы муниципалитетов не приняли участие в работе по подъездам, что они загордились. Далее цитирую Хабирова. Я вам пять раз говорил, Михаил Юрьевич, если вы до конца не понимаете сути этого проекта, по крайней мере для меня, я цитирую дословно, и примерно в таких выражениях все это там было дальше, «Если вы не поняли сути этого проекта, по крайней мере для меня», акцентировал Хабиров, «Вы тогда передайте проект, пусть вон Ленара Хакимовна занимается», конец цитаты. Я уже говорил в предыдущих выпусках о том, что вот эта история с подъездами, которую, судя по всему, придумал кто-то из пиарщиков Хабирова как главную историю к выборам, конечно, она настолько неправильная, настолько неверно просчитанная, что, естественно, сейчас ее возвращать обратно, наверное, не получится, хотя еще есть время спустить ее на тормозах и не тратить вот этот миллиард в 2019 году как минимум на эту затею. Но Хабиров, как известно, как он сам говорит, словами не бросается, за свои слова отвечает. Ну, в общем, все по-пацански, и, соответственно, видимо, все-таки эта история будет продолжена. Очевидно, что система не справилась с задачей. Очевидно, что министерство ЖКХ не смогло организовать конструкцию, которая бы работала на территории Башкирии. Напомню, что господин Киреев всего лишь небольшой менеджер очень маленького города на самом-то деле по масштабам его административных возможностей, то есть он совсем еще недавно был заместителем мэра города Стерльтамака, потом он занимался схожими вопросами в Красногорске. Все это масштаб очень маленький, все это масштаб буквально такой дворовой. А когда его поставили на Башкирию, на республику, в которой 64 района и много городов, есть еще и специфика, ну, тут Киреев, очевидно, не справился. То есть здесь Хабиров, конечно, прав, я не буду давать оценку его эмоциям, его выражениям, как он это все, значит, излагает и говорит. Ну, в целом, по смыслу он, конечно, прав. Министерство жилищно-коммунального хозяйства категорически не справилось с поставленной перед ним задачей. Другой вопрос, что стоило ли вообще эту задачу ставить и решать, это уже вопрос десятый. Ну, так или иначе, Хабиров распорядился выписать выговор заму Киреева Альфреду Зинатулину, ни в чем не повинному исполнителю, который, собственно, делал... Я его хорошо знаю, господина Зинатулина, я знаю, что это чудесный исполнитель. Ему что скажут, то он и сделает. То есть, вот ровно то, что сказал ему делать Киреев, он и делал на самом-то деле. Ну, кроме всего прочего, Хабиров бросил спасательный круг министерства ЖКХ в виде команды сотрудников администрации главы республики, которая выйдет на место и пройдет по подъездам и будет, значит, агитировать жителей там и прочее, прочее, выбирать цвета, покраски стен. Ну, в общем, конечно, я бы сказал, что проект начал проваливаться, он, безусловно, провалится. Более того, он провалится по результатам. Но Хабиров пока упорствует и не собирается этого признавать. Хабиров продлил до 1 марта период согласования с жильцами вот этих вот работ, там, цветов, подъездов, выбор плитки и прочие вот эти формальности, которые на самом деле вызвали у него основной гнев, которые действительно не делались, которые абсолютно по формальным признакам были осуществлены и списки эти составлены абсолютно фиктивно. Но под крики «все в поле идите», безусловно, сейчас там же министерство ЖКХ и администрация главы забегают. Тут же Хабиров осознал действительно ситуацию и, по сути, объявил выговор Мурзагулову. Значит, он заявил, что всю эту историю надо показывать по телевизору. «Где БСТ? Я этого не видел. Где БСТ?» Ну, Хабиров так в пустоту фактически это дело возопил. Ну, Мурзагулов сидел с невозмутимым лицом. Мы знаем, что Мурзагулову не до этой всей ерунды с подъездами, потому что последние неделю-полторы он был в отпуске и занимался своей испанской недвижимостью. Соответственно, какие, к чертовой матери, подъезды еще тут Хабиров его заставляет освещать по БСТ? Ну, ладно. Еще один очень важный момент был в этой страшной беседе Киреева и Хабирова – это момент перечня работ. В предыдущих передачах я упоминал, что в самом начале тот перечень работ, который огласил Хабиров, поразил даже меня, потому что он перечислил замену дверей, окон, видеонаблюдения, покраску стен, полов, плитка, замены ящиков. Но все ахнули, это же чудо какое-то, это же не подъезды будут, а дворцы. Но по мере реализации, в кавычках, этого проекта, список работ свелся фактически к покраске стен, и то не везде, и к ремонту дверей, вставлению стекол туда, где их нет. Собственно, на те же деньги перечень работ сократился вдвое или втрое. Вот этот момент отметил Хабиров, он, причем, попенял-то он, собственно, не в том, что, дескать, там двери не поменяют или окна, а то, что он, оказывается, выглядит теперь некрасиво перед гражданами. Он заявил этот список работы, а злодей Киреев его самочинно сократил. Ну и, собственно, мы подходим к самому главному на этой оперативке, это к цифре 70. Вот эта магическая цифра, 70 рублей за вывоз мусора с человека, как мы помним, стала камнем преткновения в конце прошлого года, когда был разыгран этот спектакль с ценой в 130 и потом понижением ее до 70. Так вот, господин Киреев, по моим данным, совершенно не оставил идею о том, чтобы надбавить на вывоз мусора свою собственную маржу. Более того, он уже практически договорился с операторами по вывозу твердокоммунальных отходов, что цена подрастет, ну, по некоторым данным, до 150 рублей. И делиться вот эта вот наценка в 80 рублей будет в пропорции 50 на 30. 50, значит, Кирееву, 30 операторам. Ну, я говорю образно, потому что наверняка все вместе, это, конечно, не отдельно взятые лица, а целое сообщество и бандформирование. Но вот раздел этой наценки будет происходить примерно так. Ну, это, по моим неподтвержденным данным, та эмпирическая сделка, которая как бы планировалась заключиться вокруг вот этого тарифа. Судя по всему, господин Хабиров узнал об этом всем. И именно вот это послужило причиной разгрома. История с подъездами, конечно, возмутительна, но ее не стоило бы, наверное, обсуждать вот так публично на оперативке. Весь этот разнос надо было устраивать Кирееву, ну, как бы кулуарно. То есть это, по большому счету, просто обыкновенное рядовое неисполнение или там непопадание в сроки. И, наверное, по масштабам вот событий не стоило бы такого разгрома, который случился на оперативке в понедельник. Судя по всему, все-таки внутри истинной причиной вот этого разгрома министерства ЖКХ и, судя по всему, последующей отставки господина Киреева являются вот эти вот истории с мусором. Эта история пострашнее и поважнее. И Хабиров прекрасно понимает, что уровень тарифа в регионе напрямую зависит от одобрения или неодобрения его действий со стороны лично Путина и вообще федерального центра. Не знаю, почему Киреев подумал, что можно замахнуться на священную корову, но, тем не менее, вот такая информация есть. Ну, безусловно, будем наблюдать, потому что свой разгром Хабиров завершил такой фразой, что текущая оценка вашего министерства неудовлетворительна, но я даю вам шанс исправить. И снова, значит, обратился к Мурзагулову, где все это на ТВ, почему не показывается. Понимая тщетность обращений к Мурзагулову, Хабиров, ну, практически на каждом таком мероприятии, на каждой оперативке что-то поручает Мурзагулову, стабильно это все не исполняется. Хабиров в этот раз уже и к Борису Николаевичу Мелкоедову обратился, дескать. Ну, может быть, вы что-нибудь хотя бы сделаете в плане медийного освещения работы правительства. Ну, в общем, конечно, это было смешно. Но теоретический шанс Хабиров Кирееву дал. В общем, посмотрим. Далее в повестке был вопрос, касающийся Минздрава, но, судя по всему, эмоциональное состояние Хабирова уже не позволяло вести оперативку в спокойном ключе. И даже когда пошел там скучный отчет о успехах, параметрах каких-то поступательных движениях в области Минздрава, и тут Хабирова тоже сорвало. Он уловил один момент, в общем-то, в совершенно монотонном докладе министра о том, что единообразную схему оформления медицинских учреждений планируется исполнить до 2024 года. И вдруг Хабиров, значит, прервал доклад и начал шуметь дословно. Я поручил разработать унификационное оформление до конца года, а не до 2024 года. Обратился он к Ивановой. У вас там непонимание, что ли? Видимо, непонимание – это такой страшный грех в представлении Хабирова. Вы меня услышали. В общем, обрушился он фактически на Иванову и несчастного нашего нового министра здравоохранения Забелина. Причиной этого было то, что действительно они ему обещали до конца года, там вот этого года, или даже раньше, разработать некое универсальное оформление поликлиник. Почему-то они себе там поставили до 2024 года это разработать. Действительно, функция достаточно примитивная. Сделать это можно было быстро, вообще в течение пары месяцев. И вот Хабирова это ужасно зацепило. Он прямо раскричался на Иванову. Но следующим докладом был Минсельхозов. Тут наш любимый Фазарахманов начал бодро бубнить цифры про кооперацию, колосение ржи, надои. Так у него классно получалось. Он еще удивительным образом прибавил уровень акцента. И вот такой у него получился чудный доклад. Не разобрать каши из каких-то терминов, значит, там, крупнорогатого скота, надоев, молока и ды-ды-ды-ды-ды-ды. Очевидно, что Хабиров это все не слушал. И вдруг его опять прорвало. Он прервал Фазарахманова и опять заговорил с Ивановой на тему вот этой окраски поликлиник. Ну, первый раз такое случилось, когда в процессе доклада Хабиров остановил его и заговорил на другую тему. Но в этот раз это произошло. И он, значит, опять обратился. Ленара Хакимовна, я по-русски, что ли, плохо говорю, заявил Хабиров. Я же сказал взять пермский проект. То есть вот он сидел, слушал Фазарахманова и на самом деле не слышал его. Он думал, думал все время вот об этой истории. Я же вам сказал до 1 марта косметические ремонты закончить. Почему вы меня не слушаете? То есть это вот настолько выглядело как-то печально, как-то, ну, то есть я видел, что Хабиров действительно искренне реагирует на всю эту ситуацию. И он пребывает в такой иллюзии, что если он сказал, то это, ну, как сказать, почти что сделано уже. А тут вот эти граждане с оловянными глазами, которые составляют его правительство, они там спокойненько так, значит, перекладывают, на три года дело откладывают, которое казалось ему срочным. Это совершенно четко иллюстрирует ситуацию абсолютного непонимания концепции, которую Хабиров несет в правительство. Он однозначно нарушает все, ну, писанные, неписанные правила работы правительства в том смысле, что он ставит перед ними неожиданные и срочные задачи и требует их исполнения вот действительно срочно и неожиданно. А у них, простите, процесс, а у них, значит, план. И вот они взяли эту задачку, какой-то там, значит, шеф чего-то чудит, какие-то там поликлиники покрасить, ладно, запишем на 24-й год и фактически забудем об этом сейчас. Ну, то есть, чтобы, как говорится, уважить старика, да. В каждой шутке есть доля шутки, но на самом деле я еще раз констатирую то, что действительно между Хабировым и его командой не существует реального понимания. И вообще, как таковой команды, как выяснилось, нет. После этой оперативки, я думаю, что мы в скором времени попрощаемся с господином Киреевым и его Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Я не знаю, кто там придет на смену. Я понимаю, что это совершенно чудовищное поле деятельности, где не то, что не каждый, а мало кто справится вообще. И ставить вот этих вот двоечников, троечников и вчерашних завхозов маленьких городов, конечно, ставить на такие позиции – большая ошибка. Кто будет следующим в этой цепочке – Иванова, Абдрахимов или еще кто-то, я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение того, что команда, конечно, начинает рассыпаться, команда начинает зарываться, команда понимает, что у них у всех очень мало времени на реализацию их грандиозных планов, я имею в виду должностных полномочий. И потому начинается вот это вот судорожное хватание того, что лежит на поверхности. История с Киреевым, возможно, станет уроком для оставшихся в команде. То, что его разгром однозначно связан с его не очень понятными, а, пожалуй, криминальными делами в отношении переработки мусора, это, на мой взгляд, очевидно. Посмотрим, насколько Хабиров сможет быть последовательным в таких вещах и насколько он сможет преподать урок своим подчиненным. А если Киреев останется на своем посту, то есть ему сойдет с рук вот эта манипуляция цифрами с вывозом твердокоммунальных отходов и попыткой войти в этот бизнес, то тогда, конечно, это будет антиурок для команды. И команда поймет, что такие штучки можно время от времени проделывать и ничто им за это не будет. В общем, будем внимательно за этой историей наблюдать. На этом, пожалуй, история с оперативкой закончится, потому что последнее, что сделал на этой оперативке Хабиров, это уже сгоряча усомнился во всем, что говорил Фазарахманов, хотя он этого и не слушал на самом деле. То есть он ему сказал, что как-то странно тут подозрительно у вас выглядят цифры, вы там подумайте, надо нам сесть с вами посчитать заново. Ну, Фазарахманов легко отделался, остальные, конечно, понесли большие потери. Второй по значимости темой прошедшей недели, как ни странно, стал не Сибай, а долевое строительство в Уфе и в республике. В этой области произошел ряд существенных событий. Начнем с Новобулгакова. Жители или еще не жители, вот уже теперь непонятно, кто они, но дольщики жилого комплекса Новобулгакова записали видеообращение к Хабирову, очередное, и заключалось оно вкратце в том, что те дома, те три дома, которые якобы сдали с помпой, шумом и гамом в конце 2018 года, фиксируя победы новой команды, оказались вовсе не готовыми для проживания, в них нет газа, и непонятно, когда его подключат, дома стоят холодные, никто в них не въезжает. Ну, то есть, по сути, конечно, госстрой и вся вот эта команда, занимающаяся ликвидацией этой проблемы долевого строительства, по сути, конечно, Хабирова обманули. И нет хуже того, чтобы отпраздновать подобные победы и триумфы, а потом выяснить, что они оказались ложными, потому что реакция на недостоверность подобных побед, конечно, существенно превышает ту эмоциональную реакцию, которая происходит во время празднования этих побед. Сейчас посыпались упреки, сейчас посыпались вопросы. Ну, кто чем думал, кто вообще что утверждал, с какой стати и так далее. Газа нет, жить невозможно, снег стоит по колено вокруг домов, туда никто не входит. В общем, ужас-ужас. Дольщики не подписывают, слава богу, акты приемки этих помещений. И вот на самом деле надо не подписывать их до тех пор, пока дома не будут полностью оснащены всем тем списком функций, которые прописаны в договоре долевого участия, потому что как только они подпишут этот акт приемки, все. Дальше хата с краю. Уже не застройщик там вот этот тут совершенно эмпирический, никто-то еще этим заниматься толком не будет. И нужно опять будет судиться, ходить, доказывать и так далее. В общем, конечно, снова Булгакова скандал. Мы еще упомянем сегодня этот комплекс, потому что он еще в одном, условно говоря, поводе у нас числится. Далее. По Серебряному ручью какой-то существенной информации за эту неделю не прошло. Как-то существенно ситуация не изменилась. Я имею в виду продажу вот этого бизнес-центра и получение кредитов. Но, насколько мне сейчас известно, документы находятся в центральном главном офисе Сбербанка, где обсуждаются параметры этого кредита. И параллельно идет процесс по заключению договора купли-продажи этого бизнес-центра. Процесс этот длинный, напомню, непростой. Насколько мне стало известно, уже осуществлена оценка бизнес-центра. Мы с нетерпением ждем ту сумму, в которую оценит этот бизнес-центр, чтобы понять параметры этой сделки, насколько они справедливы, выгодны для республики, насколько этих денег будет достаточно для достройки жилого комплекса Серебряный ручей. Но в целом, значит, ситуация пока на этой неделе не изменилась. То есть физически все на своих местах. Дома стоят, значит, стройка фактически пока не движется. На прошедшем этой неделе стройчасе, который проходит по понедельникам, картина выглядела как-то очень уж размыто и непонятно. Единственное, что я уловил из достаточно пустых вот этих всех разговоров, которые там были на стройчасе, это то, что отмечаю существенной новой схемой строительства. Я имею в виду схему по экскроу-счетам. Банки не готовы их вводить, фирмы-застройщики не готовы их использовать. В общем, там такой ступор, и он на самом деле заключен в чем? В том, что банкам нужно существенно потратиться на организацию неких структур внутри банка, которые будут профессионально контролировать эти процессы. Фактически нужно создавать некий экспертный строительный отдел или целое управление внутри банка, который будет заниматься взаимодействием со строителями. Потому что банки теперь фактически должны контролировать процесс строительства, оценивать его темпы, оценивать его качество, оценивать его достоверность в первую очередь этого процесса и потом финансировать его по мере договоренности. Естественно, банкиры не строители, они, конечно, не могут иметь тех компетенций, которые необходимы, то есть надо набирать штат людей. Банки пока неохотно этим занимаются, а сами застройщики не понимают, как взаимодействовать с банками, чтобы выстроить достаточно четкую систему финансирования в процессе строительства. В общем, с этим проблема. Но это проблема организационная, она касается всей страны, я думаю, что и Башкирия в какой-то момент с ней справится. Но на самой неделе, на этой неделе, в области долевого строительства произошли события более существенные, чем даже стройчас или вот эти вот видеообращения жителей Нового Булгакова, я говорю о том, что на этой неделе фактически произошел раскол в лагере дольщиков, и вот эта вот, казалось бы, четкая конструкция, которая выстроилась в последние месяцы, вот это сообщество дольщиков, которое стало представляться кем-то там в Белом доме, и вроде как взаимодействует с правительством, оказывается, оно развалилось. И дело вот в чем. Совершенно закономерно, я считаю и правильно, дольщикам надоело вот это вот жевание ерунды на стройчасах. Они возмутились тем, что в правительстве и вообще в этих госстроях везде их представляют какие-то совершенно непонятные люди. И на прошлой неделе инициативные группы, вот я перечислю объекты, которые заявили о том, что они не согласны с тем, как ведется работа с дольщиками. И то есть вот эта вся вот эта странная организация «Лишние люди», которая фактически захватила весь этот процесс, они хотят от нее отказаться. А именно стройиндустрия, Новобулгакова, Серебряный ручей, Менделеевский треугольник, ИК «Простор», «Цветы Башкирии», «Мейловский парк», «Башстрой» и «Башинвестдом» представители вот этих вот перечисленных жилищных комплексов проблемных строек, они отказываются от услуг госпожи Гайсиной, Гуськова и прочих, значит, вот этих вот активистов. Я вчера с ними связался, спросил, первый мой вопрос был, а почему так происходит, в чем причина этого конфликта. Первое, что они сказали, они говорят, что они перестали доверять этим людям, потому что они, во-первых, не являются дольщиками, а во-вторых, они выявили, ну, ряд каких-то совершенно вопиющих историй, связанных с деньгами, связанных с какими-то интересами. По Миловскому парку мне сообщили, что господин Гуськов и вот эта вся компания, значит, «Лишние люди», Гайсина, Гуськов, вся вот эта, как они говорят, группировка, уже фактически начали собирать деньги за подачу заявлений о вступлении в список кредиторов по банкротству Миловского парка. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Не до конца, конечно, верю в эту историю. Пока скептически отношусь, но как только мы увидим подтверждение этих всех вещей, ну, то есть оплаты или требования этой оплаты, это, конечно, будет существенным поводом для того, чтобы поговорить всерьез об этих вещах. До сего момента Гайсина, Гуськов, Гайсина, Гуськов, Гуськов, они клятвенно заверяли всех, что работают они бескорыстно, бесплатно, непонятно зачем, возглавляя вот это вот движение, при том, что двое из троих вообще-то совсем не являются дольщиками нигде, и вот такие бескорыстные юристы. Но если вот эта история с деньгами и с их корыстным интересом подтвердится, тут, конечно, все. Тут надо дольщикам браться за голову и начинать действительно пересматривать эту схему. Но самое главное, что происходит и что очень сильно не устраивает дольщиков вот этих объектов, это то, что Гайсина, Гуськов, Лесков, они фактически захватили канал связи с правительством, с Хабировым, с госстроем, пропускают все через себя и фактически блокируют решение вопросов по ряду объектов. Я перечислю те объекты, которые недовольны тем, как решаются эти вопросы, их вопросы, либо вообще заявляют о том, что их перестали принимать во внимание и с ними работать. Это Башинвестдома, это Меркурий, Байрам, Башстрой, Интеграл, Стройвертикаль, Олимп, Стройиндустрия, Строитель, Белая река, Эрмитажи, многочисленные ЕТЗК, Стерльтамаг, Дуслык. В общем, достаточно длинный список объектов, которые действительно вообще никак не упоминаются на стройчасах, которые вообще не числятся в официальных сводках проблемных домов, никак не продвигаются госпожой Гайсиной на этих всех мероприятиях, а люди, тем не менее, ждут своих квартир. В общем, действительно, у меня тоже складывалось и складывается впечатление о том, что вся деятельность госпожи Гайсиной, Листкова и Гуськова, они носят абсолютно имитационный характер. Я не утверждаю, что они там хотят каких-то денег заработать, хотя, скорее всего, хотят, но в большей степени, я думаю, что это попытка проникнуть в структуры правительства, значит, администрации или еще куда уж получится, ну, там, условно говоря, это карьерный интерес. Что получат в процессе всего этого проникновения там Гайсиной в правительство дольщики? Скорее всего, ничего, наверное. Ну, то есть, судя по тому, что она занимает позицию глубоко соглашательную, значит, она согласна с абсолютно всеми решениями Хабирова и правительства, она только кивает и поддакивает и всячески их продвигает в соцсетях, ну, это говорит о том, что она защищает интересы либо свои, либо правительства, но никак не интересы дольщикам. Я много раз говорил дольщикам о том, что я не буду участвовать в этих склоках, и я действительно в них участвовать не буду, в данном случае я транслирую только вот ту точку зрения, которую мне передала вот эта новая инициативная группа. Посмотрим, как будут развиваться события, они планируют на следующей неделе обратиться письменно к Хабирову с разъяснением этой ситуации и просьбой прекратить вот эту историю с вот этим захватом фактически движения обманутых дольщиков непонятными гражданами. Ну, посмотрим, как среагирует на это Хабиров. Вообще, конечно, эти склоки, это не здорово. Но первые отголоски этих склок уже начались в ответ на обвинения в каких-то корыстных интересах и какой-то недобросовестности со стороны активистов. Госпожа Гассина вчера или там на днях написала заявление в полицию о том, что ее оклеветали и уже начались условно говоря доследственные действия в отношении этих активистов. На мой взгляд, это, конечно, неприлично отвечать на критику попыткой уголовного преследования, но, как говорится, кому что дано. В общем, будем наблюдать. Конечно, в области долевого строительства у нас впереди очень драматические события. Я думаю, что резина сожмется, растянется, а пружина сожмется. Я не знаю, как у них уж там устроено. Где-то примерно к марту месяцу, как раз к приезду Владимира Путина, я думаю, ситуация в этой области накалится до предела и посмотрим, как на это будут реагировать и дольщики, и власти, которые пытаются решать эту проблему. Ну и, естественно, Сибай, накал страстей, в котором на этой неделе не спадал, но по понятным причинам интерес к этой истории начинает потихонечку угасать, в том смысле, что там не происходит ничего существенного, хотя, как посмотреть. Началась неделя с извинений Хабирова перед жителями Сибая. Извинился Хабиров не за себя, а за мэра Авзалова. Я уже об этом говорил в эфире Эхо Москвы. Я полагаю, что эти извинения стоят Авзалову и его поста в ближайшее время. Пока его держат как козла отпущения, на которого действительно удобно свалить все проблемы и руками которого достаточно эффективно можно осуществлять самые нелицеприятные процессы, которые сейчас идут в Сибае. Ну, я думаю, что судьба Авзалова уже определена. То есть Хабиров человек очень эмоциональный, очень болезненно относящийся к своей репутации, к своей позиции, к своей достоверности условно-медийной и так далее. И просто так извиняться за кого-то, конечно, такие люди не позволяют. Я думаю, что Авзалов, конечно, поплатится своей должностью за это событие. Во вторник в Уфу приехал полномочный представитель президента Путина в ПФО господин Комаров. Приезжал он исключительно по вопросу Сибая и в основном эти вопросы обсуждались. Судя по всему, федералы обеспокоились ситуацией с Сибаем в том смысле, что Хабиров не до конца справляется, по крайней мере, хронологически с этими событиями. На самом деле от остроты ситуации в Сибае вообще будет зависеть визит Путина в марте в Башкирию, потому что если эта проблема снята полностью не будет или, по крайней мере, не будет дан четкий ответ, что процесс пошел, я имею в виду, ликвидация и прочее, то вполне вероятно, что Путин может и не приехать в Башкирию. Не потому, что Путин боится двуокиси серы, а скорее потому, что Путин не склонен приезжать на территории, где есть какая-то огромная хроническая проблема, которая будоражит жителей. Ну, в общем, не знаю, насколько Комаров помог Хабирову, но, по крайней мере, пытался его ободрить и, значит, сделать какие-то там, значит, заявления на эту тему. Характерным было то, что Комаров вместе с Хабировым уже определили концепцию виновности по Сибаю. Я имею в виду, что в дальнейшем, судя по всему, все больше и больше виновным будут делать УГОК, который, ну, по сути, является, конечно, виновником техническим этих всех бедствий. На него будет сваливаться ответственность за ликвидацию всех этих процессов горения и прочее, прочее. Ну, и все финансовые тяготы лягут на плечи, конечно, УГОКа, потому что, ну, как бы он единственный платежеспособный субъект вообще в этой всей истории. Хабиров категорически заявил на вопрос о том, что будут ли платиться компенсации гражданам, он категорически заявил, что Башкирия не собирается платить никаких компенсаций гражданам за ущерб здоровью и так далее, но граждане имеют право пойти в суд и потребовать этой компенсации от УГОКа. Это очень четкий момент был в таком смысле, что Хабиров в любом случае исключает то, что республика будет финансировать процессы, связанные с компенсациями. Мы помним, что Сибайский суд определил вину администрации города Сибая в том, что она не своевременно оповещала гражданам об угрозе отравления воздуха. Так вот, на этой неделе администрация Сибая заявила о том, что они будут протестовывать это решение в апелляции и пытаться отменить его. Не знаю, стоит ли им это делать, потому что на самом деле снять с себя вину полностью не получится, а выглядеть в глазах жителей республики такими пустоголовыми, упертыми идиотами, конечно, им не на руку. Не стоило бы им на самом деле активно протестовывать это решение, а лучше было бы о нем забыть. Очень интересные процессы происходили в Сибае с общественными группами, которые там сформировались на фоне вот этой экологической катастрофы. Я имею в виду то, что поначалу группа под названием Сиба и Дыши заявила митинг на 2 марта. Митинг на экологическую тематику, тематика ответственности администрации УГОКа, потребовать компенсации и ды-ды-ды-ды-ды. С самого начала, посмотрев на документы, меня сразу зацепила такая особенность. Документы были оформлены подчеркнуто неправильно, то есть настолько грубые ошибки, но которые не совершают даже самые начинающие протестанты, а именно заявление было подано на, уведомление было подано на полторы тысячи участников и оно было подано в городскую администрацию. Даже дети, пытающиеся провести на улице Утренник, знают, что уведомление о массовом мероприятии численностью свыше 500 человек подается в правительство Республики Башкортостан, а не в городскую администрацию. Практически в тот же момент, когда эти документы были опубликованы, сразу же стали задаваться вопросы, а почему вы совершили такие ошибки, бегите скорее, переделывайте, на что активисты, которые подали это уведомление, загадочно и туманно сказали, что это специально такие ошибки допущены. Ну, в общем, последующие события, конечно, разъяснили всю эту загадку. На данный момент уведомление о митинге отозвано, то есть фактически группа Сибай-Дэши отказалась от своих требований и своих намерений устраивать митинг в Сибайе с требованием решить их проблему. Сразу же более крупные объединения, я имею в виду Черный список Сибай и прочие большие группы, которые значительно крупнее, чем группа Сибай-Дэши, обвинили своих, условно говоря, вчерашних коллег в том, что они вступили в сговор с администрацией ГОКа и с администрацией города, обвинили активистов группы Сибай-Дэши в том, что они связаны с Бекиновым, Бекиновым платят деньги. Вообще, конечно, эта история совершенно типичная. Примерно так всегда происходит в любых точках напряжения, когда образуется несколько групп, и когда местная администрация либо интересанты этого процесса наконец-то начинают заниматься взаимодействием с этими группами. Основным признаком и основным принципом здесь является древний принцип «разделяя властвуй». Безусловно, ГОК и администрация и, наконец-то, наверное, администрация Хабирова вошли внутрь в структуру этих групп, начали работать с активистами, начали кого-то покупать, кого-то соблазнять, кого-то пугать, хотя страхов Сибая сейчас стало поменьше на самом деле. Ну, в общем, налицо вот это взаимодействие по принципу «разделяя властвуй» и какую-то часть этих протестантов, конечно, администрации удалось отколоть от этого процесса. Ну, посмотрим. Я повторял и повторю вновь, что основным показателем накала и остроты проблем в Сибая является показатель ПДК. Если ПДК в воздухе Сибая снижаться не будет, не будет снижаться и протестное настроение. Что бы ни делали вот эти вот товарищи, которые на какое-то время пытаются пригасить пламя вот этой вот борьбы. Ну, в общем, на этой неделе ПДК колебался. В моих ощущениях, конечно, началось опять фальсифицирование данных, потому что перепады от 17 до 0 и снова к 0 и снова к 15, это, конечно, странное явление. То есть, если в течение нескольких часов идет хотя бы постепенное снижение или повышение этого показателя, это естественно. А когда в течение двух часов то 17, то 0, это, конечно, достаточно глупо выглядит. Ну, и еще два события произошли на этой неделе в Сибае, оба трагикомического характера. Первое – это заявление Дианы Демидовой о том, что она, побыв несколько дней в Сибае, почти насмерть отравилась воздухом. По ее словам, у нее отек легких и там какое-то затемнение на рентгенограмме. В общем, она в интернет выложила свою рентгенограмму грудной клетки и фотографии себя несчастной. Как ни странно, вокруг этого разразилась буря обсуждений, эти вот диванные эксперты начали возмущаться действиями Дианы Демидовой, что, дескать, да кто она такая, она вообще не Сибайская и какое право она имела получить отек легких в этом Сибае. В общем, достаточно бредовые рассуждения. Я не утверждаю, что Дианы отек легких. Более того, я еще раз сообщу тем, кто вообще интересуется всем этим, что я никогда в жизни не работал с Дианой Демидовой, вопреки утверждениям Кобзонов, которые так легко верят всякие тургеневские девушки, но мне неприятно то, что люди на примере вот этой не вполне уравновешенной дамочки начинают ставить под сомнение вообще процессы Сибая. То есть, вот эта попытка заявить о том, что там вообще нету никаких проблем, потому что Диана врет, вот эта неправильная логическая цепочка, возможно, Диана врет, но это не говорит о том, что в Сибае нет диоксида серы в воздухе, это не говорит о том, что у детей не идет кровь из носа, и это не говорит о том, что медики Сибае фальсифицируют диагнозы. Вот что важно, не цепляйтесь за вот эти мелочи, не обращайте внимание на сумасшедших, смотрите глубже, потому что действительно проблема очень серьезная. Ну и вторая история, которая резанула, честно говоря, это то, что в Сибае зачем-то привезли иконы со священной горы Афона из Греции. Я не знаю вообще, зачем это нужно делать, зачем об этом нужно говорить широко и медийно. Может быть, для этого нужен ваш информ, но, то есть, я имею в виду, вот это вот, для еженедельного попадания в эту нашу рубрику «Дайте глупости шанс», но сегодня рубрика «Дайте глупости шанс» состоит из одного номинанта, а именно вот того, кто попробовал привезти иконы с горы Афон в город Сибай, в самый башкирский город республики Машкортостан, в такой очень тяжелый момент зачем-то привозят иконы. Ну, вообще вот глупее не придумаешь. То есть, вот это «Дайте глупости шанс». Ну, дадим глупости шанс, пускай иконы постоят в Сибае, может быть, это последняя надежда на улучшение там ситуации. Дай бог, чтобы это сработало, но, в общем, конечно, кроме раздражения подобные истории ничего вызвать не могут. Ну, и по мелочи. Во-первых, количество информации, количество наших выпусков неизбежно уже влечет за собой какие-то ошибки. Я всегда стараюсь свои ошибки признавать и в данном случае начну их перечислять. Во-первых, в прошлый раз, анонсировав вот эту нашу рубрику «Give stupidity a chance», «Дайте глупости шанс», я, конечно, совершил грубейшую ошибку и все меломаны города Уфы кинулись на меня, как волки, пытаясь перегрызть мне горло. Конечно же, это было название не песни «Депешмот», но я тоже. Мне очень понравилось заглавили, так что извините, извините. Теперь по поводу коммуникации. Мы в каждой программе даем почту и телефон. Прошу обратить внимание на то, что телефон наш изменился, мы его показываем на экране, ну, желающие могут по нему звонить. У меня очень большая просьба не звонить по ночам. Звонков так много и вот, к сожалению, многие из них раздаются ночью, а ночью я тоже сплю. Редактор субтитров А.Семкин